Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! У диктатора остаётся всё меньше средств для управления госаппаратом. Все высшие должностные лица Беларуси получают дополнительную зарплату в валюте через чёрную кассу, заявил в интервью руководитель НАУ Павел Латушка. Отметим, что в отличие от многих стран, доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально? Член Полицовета ОГП Лев Марголин в комментарии «Юди Эвбай» отметил, что доверяет словам руководителя НАУ. «То, что министрам дают дополнительные ДП, я слышал ещё в конце 90-х. Зачем это нужно, тоже понятно. Во-первых, это даёт возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублём провинившихся. Не пойдёшь и не пожалуешься. Почему мне не доплатили?» – сказал Марголин. Какова вторая причина? «У нас же зарплата государственных служащих взаимозависимая. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другим чиновникам. Там всё ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин. По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом. Даже с учётом доплат, которые не все получают суммы доходов белорусских чиновников, не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой «кормушки». Не за что там быть лояльными», – полагает Марголин. Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко? «Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточно интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин. Ранее народное антикризисное управление НАУ в рамках представленной Светланой Тихановской общей стратегии победы белорусов изложило свой план освобождения страны от гнёта режима, состоящий из двух этапов. Первый этап предполагает масштабное давление на режимы мобилизации общества. Глава НАУ Павел Латушка. «Мы объединяем наши усилия с сегодняшнего дня и весной 2021 года. Второй этап даст адекватный ответ на преступление диктатуры, в формате, к которому общество будет готово. А также предполагает активное гражданское сопротивление, а также возвращение демократических сил в страну. Одновременно с давлением по всем направлениям мы предполагаем провести цифровой референдум», – добавил. «Мы хотим, чтобы белорусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог её скрыть или украсть», – продолжил. «Когда мы получим достаточно голосов на цифровом референдуме, это будет мощный сигнал для режима Лукашенко. Либо проведение республиканского референдума с независимым составом ЦИК, либо активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами», – подчеркнул Латушка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.